Наталья Мажарова убежденная сторонница ЗОЖ. Будучи инструктором, занимается йогой каждый день. Придерживается определенных правил питания, не ест мясо, раз в неделю практикует голодание. А еще периодически устраивает сахарные детоксы. Уверена, сладости необходимо полностью убрать из рациона. Я заметила, что становится меньше энергии, когда если я ем сахар, несмотря на то, что быстро он ее может восполнить. В моей перспективе вообще отказаться совсем от сладкого, даже от сухофруктов. Соль – это белый яд. Ага. Так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Раиса Захарна, Маша с хлебушком, а? Хлебушек – это вообще трава. Тренд на правильное питание зародился еще в 80-е, на заре эры массового увлечения фитнесом. Но тогда злейшим врагом считался жир. А сегодня, благодаря футблогерам, в моду вошла так называемая кето-диета. Жиры вдруг стали друзьями, а вот углеводы, в том числе и сахар, провозглашены не больше не меньше главными злодеями. Почему у нас такая проблема у большинства со сладким? Почему мы зависимы? Потому что мы все в большинстве неправильно питаемся. И, как правило, очень у многих людей вот эта зависимость со сладкого – это недостаток полезных жиров. Кето-питание – это именно последние полезные жиры. Многие последователи правильного питания конфеты делают сами, в домашних условиях. Такой хендмэйд все чаще предлагают и в самарских кафе. Безглютеновые эклеры наполняем сгущенкой. Сгущенка делается тоже заменителем сахара, эритритом и пюре яблочному вареным. Полезные некалорийные сладости, в составе которых ни грамма сахара и лактозы. Сладкий привкус придают заменители сахара – мед, эритрит, кленовый сироп, финики. Такие конфеты не приводят к гипертонии, диабету и раннему старению, уверены сторонники эко-питания. Впрочем, медики и на заменители сахара смотрят с недоверием. Объясняют, разница между ними ничтожна. Данный продукт содержится в меде, содержится глюкоза, либо фруктоза. То есть это простые сахара, которые быстро сваются, дают быстрое повышение глюкозы в крови. Поэтому они не являются заменителями сахара, они являются аналогами. Совсем отказываться от сладкого нельзя. Глюкоза, то есть продукт распада сложных сахаров, нашему организму необходимо, подчеркивают врачи. Это один из главных источников энергии. Поэтому, когда мы тратим много сил на умственную или физическую работу, так хочется чего-нибудь сладенького. Но вестись на поводу у хитрого ума не стоит, остерегают эксперты. Полезная глюкоза также содержится во всех ягодах, фруктах, бобовых и злаках. А норма сладкого, по последним рекомендациям от 2020 года, это 2-3 дольки горького шоколада, 1 конфета или пара мармеладок, зефира и пастилы. Гульфия Сафина, Максим Гусев, События.